Это вечерние новости. Я Денис Сенькин. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Фабрику по производству детской одежды посетил глава города. Каких договоренностей предприятие достигло с администрацией, расскажем в выпуске. Приятное с полезным. Краснодарский ипподром посетили дети с тяжелыми заболеваниями. Для них устроили фотосессию с лошадьми. Краснодарские школьницы придумали проекты, способные изменить представление о городском отдыхе. И с ними победили на всероссийском конкурсе. О реализации своих идей девочки говорили на встрече с главой города. Встреча с выдающимся спортсменом. Многократный чемпион мира и Европы по боевому самбо Федор Дурыманов встретился, пообщался с краснодарской молодежью. Говорили не только о спорте. В начале выпуска о погоде сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер могут обрушиться на Кубань уже этим вечером. Непогода, как говорят синоптики, затронет восточную и южную часть региона. При этом на Черноморском побережье будет спокойно. Спасатели призывают жителей быть внимательными. Жителям и гостям Кубани рекомендуем воздержаться от прогулки по набережным и пляжной территории в период шторма. Ограничьте выход из дома без особой необходимости. Возьмите под контроль своих детей. Во время циклона запрещается находиться под мостами, оставаться под ними на ночлег и парковать транспортные средства вблизи русел рек. Штормовое предупреждение сохранится до конца суток, 20 июня. При необходимости звоните по номеру 112. В Краснодаре сегодня и завтра будет сухая и солнечная погода. Завтра температура поднимется до плюс 35 градусов. Губернатор региона встретился с представителями лучших казачьих кадетских корпусов страны. По итогам Всероссийского осмотра конкурса этого года Новороссийский кадетский корпус уже в пятый раз признан сильнейшим. Ейский стал серебряным призером. Подробности в сюжете. Строят будущее страны с опорой на прошлое. Юные казаки управляют дроном и изучают православие. Зубрят химию и муштруют шаг на плацу. Так проходят занятия в кадетских казачьих корпусах, куда дети идут получать образование с упором на патриотизм, воинское воспитание и историю малой родины. Все эти ребята, с которыми встречается сегодня губернатор, выиграли во Всероссийском смотре-конкурсе за звание лучшего кадетского корпуса страны. Кадеты из Новороссийска завоевали первое место уже в пятый раз за историю соревнований. Яйчане второе. Но защищали честь всего региона без оглядки на внутреннюю конкуренцию. Когда выступали и узнали, что Новороссийский казачий кадетский корпус занял первое место, мы обрадовались тому, что знамя все-таки вернулось на Кубань к своим истинным владельцам, что мы гордимся своей родиной, своей высотой выступления. Пьедестал заняли кубанские юные казаки. И по праву, уверен Вениамин Кондратьев, легендарное кубанское войско веками ковало свою славу. Их потомкам есть с кого брать пример. Вы представитель лучших кадетских корпусов России. С 2010 года проходит президентский конкурс. И вот за это время, за 14 лет, в 8 раз наши кадетские корпуса, край, становились победителями, а 11 раз призерами. А вы там сегодня, ребята, учитесь. И вам важно сохранить и преемственность, и, поверьте, где-то уже славу. Потому что такие вот кадетские казачьи корпуса у нас. И, поверьте, это очень важно. Важно в рамках сегодняшних условий. Что вот такая молодежь, казачья молодежь на Кубани есть, в нашем крае есть. Потому что, естественно, вы будущие. Будущая страна, безусловно. И совсем скоро вы уже точно сможете принимать решения. И я уверен, они будут ответственными, они будут взвешенными. Они будут пронизаны патриотичностью. Но, естественно, самая главная задача, как я не раз говорил, они еще должны быть результативными. Сейчас в крае, в системе непрерывного казачьего образования, когда быт и традиции начинают изучать еще в детском саду, продолжают в школе и вузе, учатся больше 1300 мальчишек и девчонок. Семь казачьих корпусов – это не просто образовательные учреждения. Здесь, помимо базовых школьных знаний, дети изучают основы и ценности казачества и православия. Затем кадеты успешно поступают в военные училища и служат в вооруженных силах. И сегодня ценой своей жизни отстаивают национальные интересы страны. Наши выпускники, порядка 70% поступают в высшие учебные заведения, это военные вузы, чуть меньше 30% поступают в гражданские вузы. Более 500 наших выпускников сейчас выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. 154 кадета, выпускника награждены государственными наградами. Многие из них многократно. К сожалению, есть те, которые обрели вечную жизнь. Вене Иванович, разрешите поменем минутой молчания наших выпускников. У этих ребят уже в крови ценности, которые им прививают педагоги со школьной скамьи. Если вот посмотреть на ребят, на кадет, вообще не только Новороссийского корпуса, наших корпусов, они значительно отличаются от школьников, они отличаются выправкой, они отличаются дисциплинированностью, они отличаются пониманием тех задач на будущее, которые перед ними ставит и государство. Ну, а мы стараемся вот этот дух передавать им. Вениамину Кондратьеву интересно услышать, чем живет каждый из них, чем руководствовались, когда решили жизнь посвятить казачеству, куда планируют поступать. В следующем году заканчиваю. И куда планируешь? Планирую в летное училище, тут в Краснодаре, военное, имени Серова. То есть вот ты чувствуешь, что небо это твое? Либо ты в технике хочешь, либо в летчике? Именно в летчике, вот у меня воспитатели, и благодаря им они привили мне небо, так сказать. Ну, ты знаешь, это вряд ли можно привить, просто они раскрыли в тебе это небо, а в тебе оно, видимо, и было. Важно, чтобы ты не ошибся, а реализовался. И вот при том числе поддержке преподавателей, возможностей в кадетском корпусе, я уверен, что ты реализуешься. И еще будешь крутым летчиком. А главное, уже сейчас ребята понимают, что не хотят улетать далеко от родного региона. Я родился на Кубани, на Кубани живет вся моя семья, поэтому я хочу остаться здесь, здесь моя родина, здесь все мои корни. Также постараюсь связать свою жизнь с кубанским казачеством. Большинство парней хотят продолжить свой путь в рядах войск, но есть и те, кто готов быть полезным родине другими своими талантами. Рассматриваю технические специальности, а конкретно это информационная безопасность, программная инженерия в сфере информационных наук, поскольку прежде всего это принести пользу своей стране. Нужно развивать свои технологии, чтобы мы были, техническая база наша была независимая, верно, чтобы мы были суверенны в этом плане. Вениамин Кондратьев благодарит педагогов, которые вырастили в ребятах эти качества. Награды из рук губернатора получают руководители, наставники и преподаватели кадетских корпусов. И, конечно, сами ребята, которые вернули переходящее знамя президента страны на Кубань. Глава региона уверен, в свои юные годы эти ребята уже доказали, что им под силу справиться с любыми вызовами. Стоят они перед ними или перед всей страной. Сегодня, чтобы мы не говорили, о чём бы не мечтали, самое основное и главное условие того, чтобы всё сбылось, конечно, победа. Сегодня всем нам нужно, конечно, победить. Там наши ребята и братья, и мужья, и отцы. Здесь цена вопроса за мирную жизнь, за возможность жить на своей земле. Вот они там на родном поле, а мы с вами на трудовом. И вы пока на трудовом. Учёба – это тоже труд. А вот все вместе мы должны победить. Вот я не сомневаюсь, что вы все и, конечно, педагоги, и здесь наставники, да и вы высокой пробы. Те, кто учатся в кадетских корпусах, высокой пробы, по-настоящему, патриотизм, любовь к родине. Кадеты, вы не имеете права сдаться перед любой жизненной высотой. Кто, если не вы? Сеть казачьих корпусов в регионе будут расширять. Новое профильное учебное заведение построят в Денском районе. Там примут около 600 воспитанников. А обучение будет стартовать с первого класса, а не с седьмого, как сейчас, чтобы воспитывать новое поколение настоящих патриотов, сильных духом ребят. В Краснодаре за последние три года родились 42 тысячи детей. Обеспечивают малыши одежды и прочими предметами для жизни и воспитания, в том числе местные предприятия. Одну из таких сегодня посетил глава краевой столицы, продолжит Анна Барковская. Для каждого родителя важно, чтобы их ребенок был не только сыт, но и одет. При этом вопрос качества всегда стоит на первом месте, а краснодарский бренд одежды уделяет этому особое внимание. Марина Плотникова здесь работает швеей, обрабатывает края изделий. Рассказывает, что для малышей шить особенно приятно. Мне кажется, для детей всегда приятнее шить. Они маленькие, беззащитные такие, крохотулечки. Когда смотришь на готовое изделие, вообще восхищаешься. Какая прелесть. Впервые с основателями предприятия «Бови Бум» глава города Евгений Наумов встретился в мае на выставке «Мода-фест». Сегодня лично приехал на предприятие, чтобы посмотреть, как организован процесс производства. Здесь главе показали все – от задумки до реализации. Создание будущего комбинезона, сорочки или ползунков начинается с макета изделия, рассказывают специалисты. В компьютере конструируется изделие. То есть одна запчасть, вторая, третья, четвертая, пятая. Все это выстраивается, автоматически раскладывается на ширину. То есть заготовка делается в компьютере, там весь процесс полностью автоматизирован. Современные технологии позволяют мастерам не чертить выкройки вручную, а отдать это трудоемкое дело компьютерной программе, которая минимизирует количество ошибок и ускоряет процесс изготовления. После этого специальное оборудование вырезает нужные части изделия по спроектированному чертежу. Это вот те метки, по которым будет собираться изделие, чтобы ножка не перекрученная была. Следующий этап создания будущего изделия – сборка деталей. Все это происходит в эпицентре предприятия. Сердце предприятия – это швейный цех. Здесь трудятся более 10 специалистов. Они собирают раскроенные детали в единое изделие, а далее отправляют его в отдел контроля качества, где специалисты проверяют товар на готовность, маркируют и упаковывают его. Краснодарский бренд шьет одежду для новорожденных и детей ясельного возраста. На рынке они уже более 10 лет. Процесс пошива и продажи уже отлажен. Заказы отправляют по всей России – от Калининграда до Новосибирска. Кроме этого, основатель предприятия предложила дарить комплекты для малышей в роддомах Краснодара. А Евгений Наумов поддержал эту идею. Все собрано из разных моделей, потому что сколько бы ни было детей, никогда ты не угадаешь, что подойдет конкретно твоему ребенку. Здесь все разные модели. Все попробовать, все натуральное, безопасное, все как положено. Очень бы хотелось, конечно, подарить и нашим кубанским детям это, ну, хотя бы краснодарским детям. У нас планы есть, я уверен, что мы их обязательно реализуем. Все это, всю эту историю, потому что... Для поднятия демографии. Кроме пошива одежды, на производстве проводят экскурсии для школьников, чтобы в перспективе привлечь их в отрасль. А в дальнейшем здесь планируют открыть музей швейного дела, чтобы жители могли познакомиться с историей создания детской моды. Анна Барковская, Алексей Товстенко и Юрий Клочинов. Телерадиокомпания «Краснодар». Краснодарских школьниц, которые победили на всероссийском конкурсе «Идеи преображающей город», поздравил сегодня глава Краевого центра Евгений Наумов. Девочки выступили со своими проектами в Москве и вернулись домой с призовыми местами. А сегодня они представили свои идеи в администрации города и обсудили с Евгением Наумовым возможность их реализации. Для меня, как и родной начальник, очень важно слышать, понимать, как вы видите своими незамыленными глазами, как бы вы хотели, чтобы наш город рос, развивался. Хотелось бы из ваших уст услышать, чтобы вы рассказали про свои проекты. Проект «Тропическое приключение» Софьи Хачатуровой заключается в том, чтобы создать игровую площадку, где каждый элемент будет в виде тропических животных. Евгений Наумов отметил актуальность проекта и предложил реализовать его в ближайшем сквере или парке. Надо только в ближайшее посмотреть, подобрать классную территорию. Я думаю, это будет круто. Еще один проект «Подземный город» по задумке Алины Головко. Там жители смогут отдохнуть от городской суеты. В подземном пространстве она спроектировала зоны для отдыха, библиотеку и другие развлечения. Глава города предложил школьнице написать рассказ о своем необычном проекте, а со своей стороны обещал помочь с публикацией книги. Девочки рассказали главе, что в будущем хотят стать архитекторами, а Евгений Наумов попросил их не останавливаться и продолжать развиваться в этом направлении. Также он поблагодарил родителей Софии и Алины и вручил победительницам подарки. Краснодарский ипподром открыл свои двери для особых гостей подопечных фонда «Дети-герои», которые страдают онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Им о лошадях и о работе в органах внутренних дел рассказали полицейские кавалеристы. Подробнее о встрече расскажет Аделина Серенович. Никите Самойловичу 11 лет. Девятый год он борется с острым лифоблазным лейкозом. Это первое знакомство мальчика с лошадьми. Нет страха. Вместе с родными и друзьями мальчик с радостью кормит животных. А по улыбке на лице кажется, что и боль отступает на задний план. Когда дети постоянно находятся в больничных палатах, долгие годы, круглые сутки, для них просто прекрасно разнообразит чем-то жизнь. Яркие краски, тем более такие, как знакомство с животными, тем более такое близкое, а не просто за решеткой где-то в зоопарке. Но это чудесно, мне кажется, стимулирует и помогает ребенку справиться с болезнью даже. Отвлечься от лечения, познакомиться с животными ближе и получить фотографии на память. Приехало семь семей. Всего под опекой автономной некоммерческой организации «Дети-герой» сегодня более 200 детей края, страдающих онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Для их улыбок и смеха ежемесячно устраивают различные фотосессии и мастер-классы. Ведь ежедневное поддержание хорошего настроения, чувства радости, от запоминающихся в жизни событий – это лучшая профилактика и лечение. А под Новый год каждый ребенок пишет письмо волшебнику. Изначально это была вообще идея для одного ребенка, очень тяжелого больного. И люди просто, обычные люди наших Краснодарского края подхватили эту идею. И в первый год это было 100 человек, во второй год было 150. Вот в этом году было больше 250 детей охвачено. И все мечты исполнились. Лошадей для проекта «Мой смелый и верный защитник» подбирали тщательно, спокойных и любящих общение с детьми. За ряду 16 лет вместе с командиром второго взвода кавалерийского полка Дарьи Ванжа работает в коном патруле, следит за охраной, порядка по дачным участкам и лесопарковым зонам, участвует в массовых мероприятиях, ездит в командировки. В ходе работы верховой езды детей на лошади задается определенный импульс, который передается детям. И дети при этом становятся более общительными, открытыми и познают окружающий мир. Каждый ребенок, который ездит на лошади, в прямом смысле считает себя на высоте. Ипотерапия является сильнейшим по эффективности средством реабилитации при тяжелых заболеваниях. К примеру, рядом, идущая обычным шагом, лошадь является стимулятором двигательной активности. Общаясь с лошадью, ребенок начинает не только лучше ходить, говорить, но и расширяет свой кругозор. А для таких детей это особенно важно. Положительные эмоции – лучшее лекарство. Аделина Серенович, Андрей Токмаков и Иван Черемисин. Телерадиокомпания «Краснодар». Более 5000 гектаров сорняков, в том числе амброзии, скосили на территории Краснодара с начала сезонных работ. Мобильные группы ежедневно мониторят город, выявляя очаги растительности. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Духовные сорняки необходимо костить, мой друг. А в природе нет ни сорняков. В дикой живой природе, я бы сказал, это не так. Может быть, обязательно. Шандума сама справится, это часть экосистемы. Если где-то, грубо говоря, посреди города, то, наверное, можно в какой-то степени почистить. Для красоты, для облагороженности. Что-то нормальное. Растение лучше рослось. Покот сорно-карантинной растительности важен не только для красоты и благоустройства города, но и для людей. Пыльца сорняков может вызвать сильнейшие аллергические реакции. Сегодняшний рейд провели в Центральном округе. Рабочий день трудовых бригад начинается в 5 утра. В мобильных группах, мусоуборочной компании трудится 14 человек. Каждый за смену по норме вырабатывает по 6000 квадратных метров. Для ребят это очень тяжело. Во-первых, жарко. Во-вторых, у них полная амуниция. Это, как сами видели, это и рюкзаки с бензином, это и продукт. Все, естественно, они с собой и воду носят, косятся. Это все летит и камушки, мусор всякий. Все это попадает на тело, естественно. Бывают травмы даже. Небольшие, но бывают. Поэтому они одеты. Им тяжело. Очень тяжело. Особенно, когда очень жарко. Борьба с сорняками в Краснодаре не прекращается ни на день. Группы еженедельно выезжают на рейдовые мероприятия по выявлению карантинной растительности. При выявлении сорняков на частных территориях собственникам направляются уведомления о необходимости покоса. В случае игнорирования предписания материалы направляются в Россельхознадзор для принятия административных мер. Не дремлют и горожане. С апреля в единую диспетчерскую службу поступило более 30 звонков. На указанную местность незамедлительно были направлены мобильные бригады. С этого года был увеличен покос кратностью по магистральным улицам два раза в месяц. На территориях общего пользования один раз в месяц. Погодные условия. Чем больше дождей, тем больше сорной растительности. Тем больше амброзии. Стоит двум-трем сорнякам появиться, как через пару лет вы не будете знать, как от них избавиться. Амброзия является одним из самых опасных сорняков-аллергенов. Вызывает повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, астма и отек легких. Если утром вам мешают спать звуки косилки, не ругайтесь, это делают для вашего блага. О людях Кубани, о силе России. Цикл встреч с известными людьми края и страны стартовал в Краевом центре. Сегодня в музее Фелицина у краснодарцев была возможность пообщаться с выдающимся спортсменом Фёдором Дурымановым. На встрече побывал и мой коллега Виталий Молчанов. Один из самых титулованных спортсменов России Фёдор Дурыманов встретился с учащимися педагогами образовательных учреждений города, представителями общественных организаций, казачества, сотрудниками учреждений культуры. Дурыманов – чемпион мира, двукратной Европы, трёхкратный обладатель Кубков мира по боевому самбо, пятикратный чемпион вооружённых сил по армейскому рукопашному бою. И этот путь он начинал, будучи простым станичным парнем. О своих первых шагах в спорте и о триумфе он рассказал на встрече. Подобные мероприятия максимально популяризируют наши и национальные виды спорта, и здоровый образ жизни у подрастающего поколения. И я уверен, что и спортсмены, и другие люди, которые последуют моему примеру, должны и обязаны проводить подобные открытые уроки с нашей молодёжью, для того, чтобы они реализовались и в спорте, и в жизни. А в ней есть место о песне, конечно же, о казаках. Исполнил её Фёдор вместе с автором и другом участником СВО Сергеем Будановым. Это сила духовной составляющей. Спорт, оно всё в совокупности объединено всегда. Ну, то есть стремление к чему-то, за страну, за патриотизм – это всё одно. В цикле встреч о людях Кубани, о силе России активное участие принимает Кубанское казачье войско и казачья молодёжь. Очень важно видеть вживую, общаться, задавать вопросы с героями, с русскими героями, с казаками, с людьми, которые живут рядом с нами, ходят по тем же улицам, учились в тех же школах. И на их примере действительно должно воспитываться современное молодое поколение, которое сейчас этим занимается, в том числе и Кубанское казачье войско. Не по фильмам, не по тому, что происходит в интернете, а именно на живых, легендарных примерах, которые сейчас вместе с нами и делают сегодняшнюю историю нашего государства. Цикл встреч будет расширяться. Теперь их будут проводить на постоянной основе. Виталий Молчанов, Роман Медельский, Александр Сенников, телерадиокомпания «Краснодар». Кавер «Среда» вернулась в эфир. Радио «Краснодар» – проект полюбился слушателям. Об этом говорят отзывы аудитории в соцсетях. Каждую неделю на волнах 99,8 FM в прямом эфире в студии радиостанции музыкальные коллективы исполняли известные хиты своей авторской обработки. В апреле завершился второй сезон этого проекта. И вот после перерыва стартовал новый цикл живых концертов. Возвращается. Теперь уже летний сезон, кавер «Среды» и, конечно же, любимые песни в живом исполнении здесь, в студии главного городского радио. Конечно, будут и новые исполнители, но, тем не менее, мы учитываем пожелания и те групп, которые уже побывали в нашей студии, они с большим удовольствием готовы прийти к нам еще раз, но уже с другим репертуаром. Новый сезон проекта сегодня открыла кавер-группа «Гламурный колхоз». Концерт, как всегда, прошел ярко и весело. Продолжится все через неделю, в тот же день, в среду и в то же время с 6 до 7 вечера. И на той же волне 99,8 FM не пропустите. Юные футболисты из Краснодара впервые стали обладателями Кубка Эдуарда Стрельцова. Победу в престижном турнире для детей не старше 8 лет одержала команда «Атлант». Финальный этап соревнований прошел в Москве. В нем приняли участие 16 клубов, победителей региональных отборов и лучшие команды страны. Ребята играли по облегченным правилам футбола на площадке размером 40 на 20 метров и с двумя таймами по 20 минут. Команды состояли из шести футболистов, пять полевых игроков и вратарь. Краснодарские ребята уверенно прошли групповую стадию без особых проблем, разобрались с соперниками в четвертьфинале и полуфинале. И в итоге завоевали не только кубок, но и сердца болельщиков. К финалу у наших мальчишек собралась мощная группа поддержки. За них болели не только родители, но и команды, которые также приехали бороться за трофей, но не смогли дойти до главного матча. У меня были эмоции радости, эмоции переживания. Наш тренер Эдуард Дмитриевич в нас верил и выкладывал все силы его. И наша поддержка Атлант из Краснодара, она нас тоже поддерживала. И мы себя верили, и даже наши родители в нас верили. А если бы никто в нас не верил, то тогда бы мы не заняли первое место. А мы заняли первое место и верили в себя. В финале краснодарцы обыграли прошлогоднего чемпиона ЦСКА со счетом 2-1. Таким образом, впервые за всю историю проведения турнира кубок завоевала немосковская команда. Футболист Федор Смолов вернулся в Краснодар. Он перешел в статусе свободного агента из московского «Динамо» и подписал контракт с «Быками» на один год. Федор уже играл за краснодарцев с 2015 по 2018 годы. Вот как возвращение Смолова прокомментировал спортивный обозреватель нашего телеканала Константин Перминов. Понятно, что Смолов уже не будет той примой, которой он был раньше в составе футбольного клуба «Краснодар». Понятно, что Смолов едет, ну, наверное, доигрывать, не продолжать свою карьеру, а свою карьеру завершать. Но в то же время понятно, что Смолов способен, если не составить конкуренцию, то дополнить основного форварда «Черно-зеленых» Джона Кордобу. «Краснодар» предстоит выступать в двух турнирах, по-прежнему в двух турнирах. Это Кубок России, это РПЛ. Я думаю, что как раз в Кубке России Федор Смолов будет получать достаточно времени. И я думаю, что ежели с Джоном Кордобой что-то, не дай бог, случится, Смолов в принципе сможет его заменить. Я не думаю, что Смолов тот игрок, который сейчас требует такие большие деньги, которые платили ему раньше. Так что, ну, исключительное благо для футбольного клуба «Краснодар». Футболист уже прошел медосмотр и на ближайшей тренировке присоединится к команде. За последний сезон на счету спортсмена 6 голов и 4 голевые передачи. За Краснодар Смолов когда-то забил 64 гола. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте. До встречи в эфире.